Настоящий праздник для поклонников русской симфонической музыки. Накануне филармонии состоялся концерт, посвященный 140-летию со дня рождения величайшего русского композитора Сергея Рахманинова. Его произведения вместе с губернским симфоническим оркестром исполнили восходящие звезды солисты из Москвы и Парижа. Это музыка вне времени, говорят исполнители. Как и шедевры Баха, Бетховена, Вагнера, она открывает для слушателей новые горизонты, возвышает над страхами, вселяет оптимизм. Сто лет назад для самого Рахманинова работа над вторым концертом стала возвращением в искусство после глубокого творческого кризиса. Исполнить это великое произведение – честь для любого пианиста. В музыке Рахманинова вообще, как и в душе русского человека, всего много. Она необъятна. И музыка у него такая же необъятная и космическая. И поэтому предела совершенства игры Рахманинова его нет. В этот вечер на сцену филармонии вышли солисты мирового уровня. И если москвич Филипп Капачевский к остромичам уже знаком, восходящая звезда француз Реми Женье играл в нашем городе впервые. Он исполнил третий концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром. Рахманинов – один из моих любимых композиторов. Исполнять его с оркестром трудно. Но у вас прекрасный дирижер. И сам оркестр звучал очень достойно. Мы посвящаем концерт самому русскому и самому великому из всех русских композиторов. И в каждой ноте, которую он написал, необыкновенная любовь к своей родине и к своему народу. Два отделения концерта зрители слушали на одном дыхании. Река божественных страстей – именно так музыканты назвали свою программу – для многих стало откровением. Я, честно говоря, в первый раз в таком большом концерте. Очень понравилась и очень красивая музыка. Светлана Спиркова, Евгений Барашков, телекомпания «Русь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова